Основная цель создания магазина, напрямую торгующего товарами, произведенными в Москве и Московской области, донести их до широких карельских масс, причем по доступным ценам. Но, как водится, любая благая идея может быть изменена до неузнаваемости национальными особенностями воплощения ее в жизнь. Для нового учреждения торговли никто, естественно, здание строить не собирается. Во-первых, денег нет и невыгодно, во-вторых, в городе, даже в центре, предостаточно пустующих торговых площадей. Арендуется всего 1173 квадратных метра площадей, в то время, когда торговая площадь сегодня 2600. Но потому-то и собрались вчера предприниматели, арендующие торговые площади универмага «Карелия Маркет» в кабинете его директора, что никем не занятые участки этих площадей никого и не интересуют. Фирма «Торстен», ставшая неожиданно для всех ответственной за организацию московского магазина, предполагает разместить его на первом этаже, на территории, уже несколько лет используемой 12 другими арендаторами. Поименного списка жертв нет до сих пор, поэтому к худшему готовятся все обитатели первого этажа. У многих из них договор об аренде заканчивается уже 1 апреля, и до сих пор никто не потрудился уведомить будущих бывших арендаторов о том, что их ждет уже через 8 дней. Из выступления председателя комитета по управлению муниципальным имуществом следовало, что чиновники надеялись на сообразительность сограждан, которые могли бы и сами догадаться, что пора освобождать плацкарту. Интересовался кто-нибудь, почему это первое платье? На квартал. Вам как объясняют? По квартальной плате. Только квартальной платой? Только квартальной. И идею магазина «Москвички» на площадях Карелии вы первый раз услышали буквально на днях? Да. До этого совершенно не знали. Российские предприниматели – люди, закаленные в боях с отечественной бюрократией. Их так просто не убедить добровольно сделать то, чего они делать не хотят. Поэтому будущее местоположение магазина с московскими товарами определено не так уж окончательно и бесповоротно, как представляется чиновникам городской администрации. И, видимо, нам еще не раз придется возвращаться к его обсуждению.